Всем привет! Это канал Совет Стоматолога. Сразу подписывайтесь на него и на мой телеграм-канал, обещаю, будет много всего интересного. А сегодня у нас с вами очередной обзор на продукцию компании Miradent – паста Mirawight Желе. И данные мы будем брать с их официального сайта. Итак, эта паста обеспечивает всестороннюю защиту с помощью эффективного инновационного комплекса, который бережно удаляет пигментацию зубов и способствует возвращению и сохранению естественной белизны. Поверхностная пигментация зубов и налет удаляется путем чистки, а дополнительные ингредиенты замедляют развитие и размножение микроорганизмов и бактерий. Благодаря этому значительно сокращается образование налета. Но хоть кто-то пишет правду про то, как действуют такие а-ля отбеливающие пасты. Окей. Глянцевая поверхность достигается при помощи слюды. Слюда – это минерал, который успешно применяется на протяжении многих лет в косметических средствах. Благодаря Мира Уайт желе зубы становятся более гладкими и мгновенно видимые результаты радуют здоровым глянцевым эффектом. Содержащийся в желе фторит в концентрации 1450 ppm также обеспечивает надежную защиту от кариеса. Паста блестящей голубого цвета и обладает освежающим вкусом мяты. Рекомендуется применять два раза в день. Для более быстрого эффекта отбеливания предлагается использовать вместе с Мира Уайт Оксиген. Окей. Дальше. Давайте сразу к составу, раз он тут прямо написан. После воды из орбитола идет диоксид кремния. Это абразив, за счет которого паста имеет очищающие свойства. И мне немножко странно, что они не указывают здесь индекс абразивности. Но согласно сайту доктора Слон, рда здесь 80. Пропиленгликоль имеет низкий фактор опасности и служит как растворитель, эмульгатор и стабилизатор. Ксилит, который идет дальше, служит таким тоже противокриозным компонентом и за его присутствие в пастах всегда большой плюс. Пентонатрия-3-фосфат используется в качестве хилатобразующего вещества для предотвращения удаления зубных пятен. Он также помогает удалить уже существующие отложения, делать зубы более чистыми. Динатрия-пирофосфат замедляет образование зубного камня, так же как и пирофосфат тетракалия, который идет дальше. Следующий компонент заставляет пасту пениться и за то, что здесь нет СЛС, судим лориусульфата, всегда большой плюс. Далее мы находим фторит натрия, про который мы уже читали. Сахарин натрия подсластитель. Мика это слюда, мы про нее тоже уже читали, ничего нового я в принципе вам не скажу. И на последнем месте находятся два красителя, один бриллиантовый синий и второй белый, он же диоксид титана. Многим он почему-то не нравится, но я лично отношусь к нему спокойно, особенно в зубных пастах, которые мы даже не проглатываем. В косметике, в том числе и в зубных пастах, нет запрета на его использование. Также нет подтверждений, что это вещество негативно влияет на кожу или на слизистую оболочку полости рта. И все запреты, ограничения касаются только наноформы в пищевых продуктах. В целом состав, на мой взгляд, неплохой, по крайней мере здесь нет СЛС и у пасты приемлемая абразивность. Но опять же, паста зубы не отбеливает, да, мы помним про это, а лишь убирает налет с поверхности зубов. Поэтому, если у вас хорошая гигиена, то и результата вы, скорее всего, не заметите. Так же, как и если у вас желтые от природы зубы. Здесь надо уже проводить профессиональное отбеливание совершенно другими средствами. Так что я могу поставить пасте где-то 6-7 из 10. Если бы она была у меня на руках, я с удовольствием бы попробовал ее. Кстати, если вы не видели обзор на пасту от той же фирмы, которая называется Мир Ассенсити в ГАП плюс, то ссылочку я оставлю в описании. Паста мне очень понравилась и я часто ее рекомендую. И на этом мы с вами и закончим. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующем обзоре. Всем пока!